здравствуйте я врач фитотерапевт диетолог борис качков автор десятков опубликованных книг и брошюр также десятков научных статей автор сотен видео на собственном канале youtube общая продолжительность которых более 130 часов это информация прослушивая которую вы узнаете что такое правильное питание как правильно пить воду и где найти вот ту самую чистую воду для вашего здоровья также вы узнаете чем отличаются профилактика и лечение как их правильно проводить средствами официальной медицины народными средствами домашних условиях а сегодня решил написать интересное на мой взгляд видео про то как же правильно использовать кефирную диету эта диета есть она распространена но не очень сбалансирована и в этом видео вы узнаете основные болезненные точки кефирной диеты вы также узнаете как ее очень просто можно сбалансировать чтобы вы получали больше пользы вы сможете сделать вывод какой вариант кефирной диеты лучше подходит для вас для вашего здоровья смотрите видео дальше кефирная диета достаточно популярна практически доступна экономически любому и каждому и на первый взгляд легко исполнимо к ней не нужно особо готовиться пьешь кефир выпиваешь литр полтора два кефира в сутки и через неделю получаешь желаемый результат потеря 7 10 килограмм веса но это все кажется на первый взгляд что это все легко сделать на самом деле те кто пытались продержаться на этой диете знают что очень непростая диета потому как она дефицит на практически по всем компонентам и в организме жестко меняются обменные процессы и дефицит одного из компонентов номер один скажем это вода даже употребляет два литра кефира в сутки вы получаете чуть больше полутора литра воды в составе кефира попадает вода но это недостаточное употребление воды практически для любого взрослого человека поэтому часть потерь веса вот те 10 килограмм часть это будет просто чистая вода это не самая лучшая потери потому как вы легко потом компенсируете часто рекомендуют в диете использовать кефир а можно заменить йогуртом либо простоквашей нулевой жирности да это здорово понятно жиры самые калорийные убрали жиры и максимальная скорость сгорания жиров в организме запущена но при этом страдает печень нет сброса желчи нет эффективного очищения крови от того что находилась жира а в жировой ткани даже у китов находится современная химия гербициды пестициды и прочие дуст или ддт напомню свое время запретили когда нашли в жировой ткани у пингвина как вы понимаете они к сельскому хозяйству не имеют никакого отношения а человек продукты сельскохозяйственного производства употребляет регулярно и в жировой ткани у человека больше лежит этого добра чем у пингвина а с этим должна бороться печень а результат работы печени это очищение крови и накопление желчи в желчном пузыре которая должна легко уходить кишечник если вы используете кисломолочные продукты кефир йогурт простоквашу кислоты которые есть в этих продуктах они спазмируют сфинктер оди и застой желчи усиливают а жиры при нулевой жирности не могут разблокировать сфинктер оди и обеспечить сброс желчи поэтому это вторая на мой взгляд болевая точка третья болевая точка которую нужно компенсировать кефире а заодно в йогурте или простокваши если они натурального происхождения то есть это продукт жизнедеятельности определенных микроорганизмов это отсутствие углеводов понятно это номер один по энергии энергообеспечению организма человека если с кефиром углеводы не попадают то организм еще агрессивнее еще быстрее бросается на жиры вы большей степени теряете вес за счет жиров и с одной стороны это здорово с другой стороны не самые простые изменения происходят в организме потому как продукты полного окисления жиров они значительно опаснее для человека чем продукты полного окисления углеводов еще одна болевая точка это нехватка белков вот белками кефирные дети лучше чем другими компонентами потому как их относительно мало но они все же поступают и это здорово это позволяет выдержать эту диету отличает ее практически от лечебного голодания 0 жиров 0 углеводов и только белки попадают в организм правда попадают в относительно небольших количествах и это не позволяет таким количеством белков нарушить работу печени как это делают белковые диеты такое видео тоже есть на мою на моем канале как белковые диеты проходить более безопасно ну кефирная диета относится к низко белковым и это то это один из ее плюсов который также неплохо было бы немножко и скомпенсировать сделать мягче потому что белков мало но белки все же поступают еще одна болевая точка кефир не относится к супер продуктам по содержанию витаминов макро микроэлементов до некоторые там есть но лишь некоторые и их нехватку недостаточное поступление в организм тоже неплохо было бы скомпенсировать различными дополнениями то есть расширить кефирную диету для того чтобы вы ее перенесли легче а результат все-таки получили тот который вы хотите и вот каким образом можно кефирную диету сделать более сбалансированный а соответственно улучшить ее переносимость а соответственно и эффективность чтобы ваше здоровье не страдал вы об этом узнаете прямо сейчас если вы решили проверить на себе кефирную диету и употреблять только кефир на протяжении недели то примерно с третьих суток желание бросить диету прогрессивно нарастает и продлить ваше участие в этой диете и помочь вам потерять те килограммы которые вы хотите потерять может добавление всего одного компонента и его часто рекомендуют не стоит на нем экономить безусловно он несколько снизит финальную потерю веса но это потери веса за неделю будет больше чем потери веса за первых два три дня более того этот вес основная масса его не вернется вскоре после окончания диеты и практически этот компонент ну где-то соперничает с хирургами хирурги могут сказать мы избавим вас там на 15-20 килограмм за несколько часов от жировой массы и она никогда уже не вернется я имею ввиду когда хирурги во время операции удаляют там большой сальник малый сальник там и 15 и 20 и 30 и 40 килограмм может быть веса это потери веса к вам никогда не вернется сальник не отрастает вот если вы правильно будете соблюдать кефирную диету то у вас тоже потери веса те которые реально будут за счет жира они по мне вернутся их нужно будет опять на есть это достаточно серьезный труд если вы не понимаете что такое правильное питание да конечно вы можете постепенно восстановить но вот вода потерянная вода во время диеты это не те килограммы которые вы хотели избавиться вот она легко вернется и этот компонент который немножко смягчит ваше участие в диете и повысит ее переносимость это обычный чай что вам дает чай конечно вода понятно но это не просто вода да темп потери веса будет снижаться он будет не такой большой но это вода особенно летом многие хотят похудеть к лету весной летом хотят худеть это вода будет удерживать в хорошем состоянии вязкость крови потому как находясь на диете с низким содержанием воды а в кефире еще и калий есть который обладает мочегонными свойствами помогает почкам выводить лишнюю воду вот здесь очень легко перегнуть палку увеличить жестко вязкость крови и сойти с дистанции по причине проблем сердечно-сосудистой системы наберите на моем канале вязкость крови посмотрите несколько видео про темные круги под глазами про холодные ручки ножки другие особенности есть в сд наберите на канале вы поймете о чем я говорю очень опасная ситуация не стоит в нее играть и чай позволяет эту ситуацию смягчить лучше зеленый чем черный у черного чая есть одна из особенностей он тормозит перистальтику кишечника и провоцирует заборы кефир у большинства переваривается неплохо в результате до толстого кишечника доходит не так уж много если вы вызовете запор вы усилите интоксикацию со стороны кишечника и опять таки желание бросить диету еще один компонент который в чай работой это кофеин он стимулирует мозг он активирует работу мозга там ни один кофе там есть и другие алкалоиды которые при этом усиливают работу печени по очищению крови и сброс желчи работу почек по очищению крови с образованием мочи расширяют бронхи то есть много разных алкалоидов есть которые помогают вашему организму ну не скажу выживать а спокойно жить на такой достаточно серьезной диете поэтому чай нужен и не следует думать о том что до литр чая это на стрелках вес весов минус один килограмм по результату не это плюс по вашему здоровью я уже прожить тут и жизнь можно потерять критически увеличивать вязкость крови когда вы на дети дотянули до чувства жажды тут уже нету диеты тут вопрос жизни и смерти если вы не пьете воду чувство жажды густая кровь сердце мягкого рожая стало значительно хуже работать поэтому чай в данном случае плюс у кого воды много у кого есть скрытые отеки могут часть заменить кофе стимуляции работы печени почек есть очищение организма присутствует но воды употребляйте меньше это тоже вариант замены с сахаром либо без я бы советовал в любом случае и чай кофе с сахаром потому как напомню кефирная диета по углеводам практически ноль а углеводы нужны вашему мозгу выпили вы умеренно сладкий чай либо кофе кофеин простимулировал мозг далее немножко углеводов мозг работает активнее поднял обмен веществ вашем организме и увеличил темп потери веса за счет того что вы поддерживаете обмен веществ на достаточно высоком уровне и это очень интересная тема поэтому чай либо кофе с небольшим количеством сахара обязательно должны быть включены кефирную диету а вот какие еще дополнение улучшат переносимость этой диеты а соответственно и эффективность вы узнаете прямо сейчас еще одно дополнение кефирной диете позволяет улучшить ее переносимость а значит обеспечить ее более длительную исполнимость и эффективность это нужно добавить углеводы напомню по углеводам кефирная диета нулевая практически и это достаточно сложно переносится потому как недостаток углеводов приводит грубым нарушением в обмене веществ и когда рекомендуют чай с сухариками с хлебушком я вас прекрасно понимаю но это не самые достойные продукты содержащие углеводы я бы советовал вспомнить математику и скомбинировать саша жесткую чистом виде кефирную диету с другой диетой не менее сложно переносимой я сейчас ее назову она на моем канале есть и вы сможете просмотреть и в этом полностью убедиться что очень сложно воспринимать две диеты по разу но вспомним математику минус на минус дают плюс и вот этот плюс появляется когда вы кефирную диету комбинируете с яблочной относительно немного углеводов напомню 9 килокалорий на 100 грамм яблок вы не сильно калорийно насыщаете кефирную диету но углеводы все-таки есть мозгу работать проще кроме того напомню яблоки это тоже прекрасный источник воды и вы можете меньше стимулировать свой организм чаями либо кофе частично заменив воду из этих напитков яблоками вы получаете еще один плюс яблоки в конце концов оставляют больший след в вашем кишечнике чем и кефир и чай и кофе вместе взятые потому как яблоки содержат клетчатку а клетчатка все-таки создает объем в кишечнике и предупреждает запор что уменьшает автоматически эндогенную интоксикацию то есть интоксикацию продуктами жизнедеятельности микрофлоры из кишечника попадание токсина в кровь и опять таки увеличивает переносимость диеты ну как яблоки правильно кефирной дети кефирной яблочной вернее дети приготовить найдете на видео про яблочную диету там это все есть не буду здесь уточнять но кефирная яблочная диета лучше переносится чем кефирной и результат примерно будет похожий потому как вы сможете больше дней пробыть на такой диете а вот какую модификацию часто используемую не к совету и никому даже своим врагам вы узнаете прямо сейчас по той очень вредной модификации кефирной диеты которая имитирует плюс на самом деле громадный минус для вашего здоровья смотрите видео дальше еще одна попытка сделать кефирную диету более сбалансированный а значит улучшить ее переносимость и повысить эффективность это кефирно-гречневая диета что привносит кефирную диету гречневая крупа на первое место я бы поставил все таки белки до растительные белки гречки очень хорошо дополняют животные белки молока и ваш организм получает более полноценную комбинацию аминокислот и у него не возникает проблем откуда брать аминокислоты если они попадают естественным путем из пищеварительной системы дальше ваша печень переработала и кров доставила к месту работы в этом случае ваша активность сохраняется вероятность попасть в снижение работоспособности или не дай бог в депрессию резко снижается и вы не останетесь на выходе из диеты в почтенном биологическом возрасте так как обмен веществ на входе и на выходе серьезно отличается со знаком минус вот дополнение белков молока белками из гречки позволяет вам это осуществить но это не единственный плюс речка содержит крахмал примерно 50 процентов гречневой крупы это крахмал и так как кефир напомню это ноль по углеводам то здесь получаете принципе плюс да немножко торможение обмена веществ будет вернее разрушение жиров потому как организм частично возьмет энергию из углеводов но при правильной комбинации вы этого практически не ощутите потому что с помощью правильного употребления гречки вы можете дополнительно активировать обмен веществ и потерять еще до те килограммы которые до могла принести те калории которые принесла с углеводами гречка вы их просто правильно используйте безусловно если вы варите гречневую крупу в воде получаете еще дополнительный источник воды и это здорово потому как организма водичка в принципе лишний в данном случае не будет и это прекрасно комбинация витаминов макро микроэлементов в гречке дополняет безусловно ту комбинацию которая присутствует к эфире но все равно не сделает ее полноценной поэтому даже кефирная гречневая диета при лучшее и переносимости больше десяти суток максимум две недели я бы не советовал на ней находиться пожалуй предельный срок для этой диеты потому как на дефицит витаминов макро микроэлементов вы все равно попадете потому как из двух продуктов комбинация лучше но она не полноценна не та которая нужна большинству как правильно использовать вот кефирно-гречневую диету чтобы эти плюсы получили а минусы нет часто рекомендуют с минусами до эффектом кажущиеся лучше потери веса больше она быстрее идет но очень дорогой ценой и как вы можете использовать кефирно-гречневую диету правильно чтобы не расплачиваться очень дорого за потерянное здоровье вы узнаете прямо сейчас как же правильно использовать кефирно-гречневую диету подробно про гречневую диету вы можете узнать в одном из видео на моем канале если вы подписчик вам это просто сделать там много нюансов есть что вам нужно знать в данном случае вы берете гречневую крупу поджаренную либо зеленую это ваш выбор обязательно ее промыли обязательно залейте холодной водой лучше очищенный на два-три часа чтобы крахмал мог впитать себя влагу и это только улучшит ее переваривание гречки а соответственно и цель применения гречки в кефирной диете будет достигнута потому как вам нужно не птичку поставить гречку внес в организм обеспечить ее полноценное переваривание потому как если не вы перевариваете то как минимум патогенные бактерии в кишечнике и дисбактериоз его обострение вам гарантированы поэтому в данном случае промыли залили водой настояли два три часа или ночь дальше сварили в той же воде если она осталась либо добавили нужное количество воды до готовности до полной готовности можно даже разварить с добавлением готовить можно с добавлением небольшого количества соли и небольшого количества жира жир на ваше усмотрение и вот таким вот образом приготовленная гречка я бы советовал использовать первый прием пищи после сна сразу и второй прием пищи где-то 16 17 18 часов где-то в это время что вы получаете в данном случае ваш организм ночью работал восстанавливался углеводов 0 вы подбросили углеводы для того чтобы активировать обмен веществ и активно участвовать той трудовой деятельности которую вы себе запланировали на этот день 16 17 часов не зря указал это время там тоже желательно подбросить себе гречку потому как углеводов кефир не содержит и неплохо было бы углеводный обмен поддержать особенно если вы планируете какую-то физическую активность после этого времени речка вам как раз поможет ее обеспечить если вы вот таким вот образом будете комбинировать кефир на гречневую диету применяю к себе то есть утром гречка 16 17 речка и остальные приемы включая последний за час полтора до сна это кефир в этом случае пользы для здоровья больше вы сделали более сбалансированной диету и сможете с наибольшей вероятностью ее максимальное время сам соблюдать без ущерба для своего здоровья но тут нужно варить речку с кефиром было проще открыл емкость выпил надоел кефир йогурт простокваша а то ведь не надо это диета для ленивых но с не детскими результатами если вы неправильно ее применяете а гречку нужно готовить мыть настаивать тут появляется сложность но эта сложность важно для сохранения вашего здоровья потому как есть рекомендация когда можно так не заниматься а можно промыть гречку и можно зеленую гречку можно обжаренную совместить с кефиром вы увидите зерна гречки увеличились в объеме для вас она как бы готова к употреблению кушаете в таком виде и теряете вес практически так же как вы теряли бы если бы использовали кефирную диету но какой ценой белки гречки даже находясь в таких экстремальных условиях они это не белки молока они перевариваются особенно если вы используете худший вариант если вы использовали не обжаренную крупу зеленую гречку хоть во время обжаривания там хоть белки подверглись хоть какой-то термической обработки а зеленая гречка в кефире белки не перевариваются смысл было вносить новый источник белка в диету если в данном случае этот источник белка достанется патогенной микрофлоре обострение дисбактериоза легко вздутие урчание там по кишечнику все пролетает вроде как очищение идет снижение веса идет цена вопроса дисбактериоз кишечнике белковое голодание в организме со снижением иммунитета и распада мышечной ткани с перегрузкой почек белковыми токсинами я думаю сомнительное удовольствие ваш организм получит вот именно такой модификации кефирно-гречневой диеты поэтому я бы вам советовал кефирно-гречневую деду использовать правильно немножко потеря по времени до для приготовления гречки зато значительно безопаснее диета более полноценно и больше плюс по здоровью вы получите но есть еще несколько комбинаций вместо гречки можно использовать аналогично используют овсяную крупу рисовую крупу можно тоже засыпать в кефир и тоже получить мать новую модификацию такой диеты от переменами слагаемых сумма не меняется результат по здоровью будет примерно аналогичен а вот как еще сделать более полноценный кефирную диету и улучшить ее переносимость об этом вы узнаете прямо сейчас если вам не очень нравится кефирно-яблочная диета без проблем мы яблоки можете заменить на другой компонент например можете использовать огурцы помидоры капусту клубнику кабачки и у вас появляется кефирно-огуречная кефирно-клубничные и так далее диеты и вы можете пойти еще дальше сделать деду еще более разнообразной используя отдельные дни то есть допустим первый день кефирно-клубничный потом кефирно-огуречный потом кефирно-яблочный либо использовать несколько комбинаций в один день утро вы начинаете с кефира с клубникой днем у вас там кефир с огурцами либо с помидорами на вечер допустим кефир с яблоками то есть вариантов здесь много это приближает вас к правильному питанию и делает кефирную диету еще более сбалансированный а вот какая на мой взгляд самая сбалансированная комбинация которую можно использовать более продолжительное время чем неделю либо 10 дней вы узнаете прямо сейчас есть еще одна диета которой кальций которую в кефирной дети полно очень серьезно не помешал бы а также белки молочные из кефира тоже очень бы хорошо дополнили эту диету а кефирная диета приобрела бы и дополнительные углеводы и воду и самое главное полноценный набор витаминов макро микроэлементов и в этом случае диета становится очень хорошо сбалансированный это кефирно-борщевая диета видео про борщевую диету несколько видео есть на моем канале как с ее помощью достигать разные результаты в том числе и снижение веса а можно вес набирать можно очищать организм можно укреплять иммунитет разные функции есть у этой диеты одна из них снижение веса и в данном случае скорее это будет не кефирно-борщевая диета а борщевая диета на кефире потому как все таки кефира в той диете нужно можно использовать меньше а борща будет больше и в этом случае комбинация вот таких двух диет дает очень хороший большой плюс для здоровья очень хорошую сбалансированность а соответственно вы на этой диете можете находиться и две и три недели с пользой для вашего здоровья при правильном ее использовании вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео как использовать информацию из этого видео для своего здоровья и активного долголетия я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале кто не подписчик и забудьте подписаться напомню 130 часов видео про ваше здоровье активное долголетие про правильное питание про рациональное и разумное использование диет ну и вообще все что связано со здоровьем и с каждым новым видео возможности моего канала увеличиваются а соответственно польза для вашего здоровья до новых встреч на моем канале